Все мы уже привыкли, что когда используем косметику, то она подчеркивает черты нашего лица, в каких-то случаях делает нас красивее, но одновременно с этим мы знаем, что ничего полезного мы на кожу не наносим. Я об этом постоянно говорю и периодически начала получать комментарии в стиле, а бывает ли косметика вообще полезна для кожи, может быть какой-то отдельный сегмент. И в принципе, что я вам могу сказать здесь, так чтобы прям это было супер полезно, то может быть нет. Но есть косметика, которая либо не вредит вашей коже, либо даже частично ухаживает. И это один единственный сегмент, а именно минеральная косметика. Сегодня речь пойдет как раз-таки о минеральной косметике. Я сделаю детальный обзор и не просто обзор, так как у меня сейчас очень хорошее качество съемки. Я все покажу в нанесении. И вы вот просто в малейших подробностях супер кристально чистым качеством сможете рассмотреть, как это все работает, как это все выглядит. Поэтому, что бы я даже не говорила, вы сами вживую можете посмотреть, как тот или иной продукт будет работать и сами можете сделать выводы. И речь сегодня пойдет о марке Анели. В своих последних видео я стала очень часто показывать эту косметику, но на самом деле я знакома с ней уже давно. Впервые я с ней познакомилась в мае прошлого года, 2017. Получается, уже практически год я знакома с этой маркой. И это далеко не первые мои впечатления. Что касается марки Анели, то это, можно сказать, премиум или люкс сегмент в минеральной косметике. Все компоненты, из которых изготавливается продукция, закупаются в США, Франции и Германии. То есть это высококачественные ингредиенты с хорошей обработкой. И если вы интересуетесь минеральной косметикой, то вы наверняка знаете, что обработка минералов очень важна. То, как они обработаны, какая в итоге составлена композиция. В принципе, если посмотреть на минеральную косметику, там обычно состав очень простой. Здесь же, когда я смотрю состав, я вижу вот эти вот хорошие компоненты, которые добавлены специально для того, чтобы косметика не просто лежала на коже хорошо, а также еще дополнительно частично и ухаживала за вашей кожей. Косметика этого бренда полностью соответствует всем основным требованиям. То есть это экологичность, чистота, у нее есть зеленые сертификаты, поэтому все это вы можете посмотреть, в принципе, на сайте. И так как продукции здесь передо мной очень много, я хочу побыстрее приступить, потому что иначе я подожреваю, мы с вами здесь застрянем где-то на часок точно. И начать я хочу с праймеров. У меня есть три варианта праймера их. Мой абсолютный фаворит из всех трех – это увлажняющий праймер, потому что он просто какой-то волшебный. У меня кожа, в принципе, нормальная, но я часто ощущаю вот это чувство стянутости, то есть вот такого чуть-чуть она уже склонная к сухости. И вот этот праймер – это то, без чего я вообще не начинаю делать макияж. Этот праймер, он абсолютно не создает никакой ни пленки, ни барьера, ничего. Он просто как будто превращается в воду на вашей коже, моментально устраняет вот это чувство стянутости, чувство сухости кожи, и при этом быстро впитывается. И такое ощущение просто, что какая-то как влага попала на кожу, моментально впиталась, и все, у вас вот просто ваша кожа, без каких-либо пленок, силиконов и так далее. И вы просто наносите тон, и он ложится просто как на очень хорошо увлажненную кожу. Что касается матирующего праймера, то он, естественно, подходит для тех, у кого жирная кожа, и даже не просто жирная, а проблемная кожа. Потому что у него в составе есть компоненты, которые могут бороться с акне. То есть, в принципе, вы получаете еще вот такой вот приятный бонус. Помимо того, что праймер также делает кожу, я не могу сказать, что наглухо матовый эффект такой создается. Вот после нанесения этого праймера, кожа становится как будто бархатной, такой вот как персик. Но в то же время не безжизненной кожи выглядит. Все равно видно, что кожа увлажнена, но при этом она и заматирована, и именно вот создается вот такой вот очень вельветовый, красивый бархатный финиш. Масло для лица это огромнейшая находка, если у вас сухая кожа. Вот действительно, не просто вот как у меня немножко там склонная к сухости, а именно конкретно сухая кожа. Вот это тогда однозначно ваш продукт. Очень приятное масло, при этом у него обалденная консистенция, оно абсолютно не жирное, не такое, которое вот противную пленку создает на лице. Оно очень тоненькое. Такое впечатление, что оно как водичка, но в то же время масляная такая вот, очень хорошо питательная водичка, если можно так выразиться. В нем просто безумный бленд масел, очень много там в составе полезных масел. Это масло укрепляет сосуды, оно также защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. После того, как я в ноябре переболела, у меня была очень сухая кожа, и я пользовалась этим маслом, оно меня выручало безумно просто. Потом оно стало для меня уже слишком тяжеловатым, то есть кожа с ним начала немножко больше жирниться, поэтому я и говорю, что это именно для тех, у кого очень сухая кожа, моментально впитывается, приятный запах у него. Запах тоже не травянистый, а такой больше как запах специй. Также я неоднократно пробовала смешивать это масло с какими-то более высушивающими тональными основами, как, например, Estee Lauder Double Wear. Я добавляла одну каплю этого масла, и после этого на меня и на мой тип кожи, когда обычно эта тональная основа более сухо ложится, она на меня легла очень хорошо, поэтому для разбавления с тональными основами тоже очень хорошо подходит. Праймеры для глаз я уже неоднократно показывала. Праймер номер один, да, это номер один, вообще это моя огромнейшая любовь, я без него сейчас тоже не представляю свой макияж, я постоянно им пользуюсь, и также на моделях я тоже часто его использую, потому что это уникальная вещь. Он действительно может работать и как праймер, и как консилер. Если вам достаточно того эффекта, который он создает, вот сейчас под глазами у меня этот праймер номер один, и я не чувствую, что мне нужен еще дополнительный консилер, который как-то будет что-то там у меня перекрывать. Как я уже и сказала, его можно использовать в зоне под глазами. Если у вас эта зона часто выглядит пересушенной, особенно если вы закрепляете потом это все пудрой, и у вас получается, что все полностью морщинки подчеркнуты, кожа выглядит сухо, кожа выглядит хуже даже, чем до нанесения косметики, то вот это, возможно, ответ на все ваши мольбы. Это не просто белесый какой-то цвет, это именно цвет освежения. Когда вот просто нанесен только этот праймер, может показаться, что это слишком выбелено, но когда уже полностью макияж весь готов, то выглядит это просто потрясающе. Дальше я тоже заметила, что он еще и работает с порами очень хорошо, поэтому я его протягиваю аж вот так вот, вот таким вот треугольником под глазом, потому что он сглаживает мои поры, и поры выглядят с ним намного лучше, чем без этого праймера. И также я его использую как праймер под тени, потому что тени на нем скользят. Вот если нужна плавная растушевка, вот это лучше выбрать праймер номер один. Если же вы хотите закрепить какие-то пигменты, или вам нужна какая-то липкость для того, чтобы тени выглядели более насыщенными, тогда лучше взять праймер номер два. Он более такой кремовый и липковатый, то есть на него хорошо липнут пигменты, и он также может продлить стойкость макияжа. Если же после нанесения этого праймера вы понимаете, что вам эффекта этого недостаточно, то есть все равно синячки проглядывают, то вы его можете использовать и как праймер. То есть, грубо говоря, это то средство, которое просто будет делать барьер между вашей кожей и консилером, и таким образом консилер не будет выглядеть сухо. Вот это я тоже пробовала несколько раз, и мне очень нравится, как получается результат. Дальше хочу вам рассказать о их BB-креме. Он у них на сайте тоже относится к основам под макияж, потому что, по сути, это не типичный BB-крем, который мы себе представляем после повального нашествия BB-кремов из Кореи. И я считаю, что его лучше всего как раз-таки можно распробовать в возрастном макияже, потому что у него практически нет какого-то покрытия. Когда вы его наносите, кажется, ну, вроде как нанес или не нанес, ничего не понятно. Но у этого BB-крема заявлены еще также долгосрочные бонусы, которые вы получаете, если вы будете использовать его регулярно. Заявлено, что он и сокращает время обновления клеток, делает кожу более гладкой, и повышает сияние такое, как сияние изнутри кожи. Поэтому, если вы будете им пользоваться, то вы со временем должны еще и такой эффект у себя на лице заметить. Как я уже и сказала, если вы любитель классической косметики, вам, возможно, этот BB-крем не понравится, потому что вы не увидите вот такого плотного перекрытия и эффекта мгновенного вау, как я изменилась. То есть это не тональная основа, и это не корейский BB-крем. Это, можно сказать, либо праймер, если вы потом будете наносить сверху еще тональную основу, вы можете это нанести в качестве какого-то глубокого увлажнения. А вообще, я считаю, что такую продукцию невозможно понять, пока ты не достиг определенного возраста. Все мои клиенты, которые уже более такие возрастные, на кого я наносила этот BB-крем, всем он очень понравился, потому что он возвращает вот эту живинку такую кожи, которая с годами пропадает. Кожа становится более тусклой, более такой вот какой-то невзрачной. Дальше главный, наверное, продукт, который они выпускают, это тональные пудры, классические минеральные пудры для лица, это универсальная матирующая пудра для сухой кожи и пудра антиэйдж. У меня нет только пудры антиэйдж, остальные у меня все есть. Я просто безумно влюбилась в универсальную пудру и в пудру для сухой кожи. У меня обе эти пудры постоянно в ходу, универсальную я использую просто на все лицо, и мне вот этот оттенок, который называется Ember Medium, очень нравится. Он именно освежающий, то есть это может быть даже не оттенок моей кожи, но после того, как я нанесла и она уселась у меня на лицо, я вижу, что у меня кожа становится более такой вот отдохнувшей, я не знаю, какой-то более свежей. Вот этот оттенок очень классный, я всем его советую. Кто интересуется минеральной пудрой, я всем говорю, обратите внимание на оттенок Ember Medium. Пудра для сухой кожи у меня в оттенке одном из самых светлых, по-моему, это Beige Light. Она очень светлая и ее я использую для закрепления праймера номер один. И пудра эта, так как она рассчитана для сухой кожи, она отлично работает под глазами, потому что она вместе с этим праймером не пересушивает кожу и опять-таки нет эффекта вот такого вот сухаря под глазами. Что касается матирующей кожи, то я лично не сильно использую эту пудру, потому что для меня она немножко все-таки больше подсушивающая, поэтому для себя я ее не очень люблю. Но опять-таки для девочек, у кого есть проблема с жирным блеском, она очень понравится. И чем они отличаются? Вот по сути как бы пудра минеральная, казалось бы, как ее можно сделать там для сухой кожи и для жирной кожи. Если посмотреть состав, то состав у них в принципе один и тот же, но пропорции разные вот этих ингредиентов. Поэтому те компоненты, которые могут немножко подсушивать кожу, они в большем количестве, в больших пропорциях в этой пудре матирующей и в то же время в меньшей пропорции пудри, которая для сухой кожи. Если у вас проблемная кожа, то минеральная косметика это в первую очередь на что стоит обратить внимание. И я сейчас говорю не только об анали, а в целом о минеральной косметике, потому что это чуть ли не единственная косметика, которая гипоаллергенная, которая действительно не забивает поры, не провоцирует появление каких-то аллергий или каких-то проблемных высыпаний на кожу, в том числе и прыщиков, акне и так далее. Конкретно эти пудры не содержат тальк, силиконы или отдушки. Это все то, что очень агрессивно воздействует на кожу. И эти компоненты, их на самом деле полно в классической косметике. Основным компонентом этой пудры является специально обработанная микка, слюда. И также, что отличает конкретно вот эти пудры от других, которые, например, у меня в коллекции есть, это состав. Все-таки, когда смотришь состав, он более интересный, чем у основного, подавляющего большинства производителей минеральной косметики. Это наличием таких компонентов, как Silk Powder, то есть пудра шелка, и Pearl Powder, то есть перламутровая пудра. Именно из-за этих компонентов пудра более гладко скользит по коже, лучше выглядит в итоге на коже, а перламутровая пудра вообще еще и ухаживает за кожей. Можете почитать статьи про перламутровую пудру. Следующий, это мой личный огромный фаворит, это хайлайтеры. Тоже постоянно использую в видео в последнее время. Первый оттенок самый холодный, самый светлый, морозный, именно такой, очень-очень светлый. Если у вас белоснежная кожа, вот это однозначно ваш хайлайтер. Второй хайлайтер в баночке выглядит розовым, но вы, в принципе, можете видеть, что я не могу сказать, что он на скуле выглядит розовым. То есть это такой вот очень нежный оттенок, который сливается с вашей кожей. И хайлайтер номер три, это самый универсальный, он именно такой бежевый, песочный, наверное, максимально универсальный этот оттенок. За что я люблю эти хайлайтеры, это за то, что их вообще не видно на коже, вот как пудру. Просто видно, что есть какое-то сияние на коже, и в зависимости от того, как преломляется свет, вы просто видите, как будто влажное сияние, да, в кавычках. Из-за того, что нет вот такой вот запудренности в этой зоне, этот хайлайтер не подчеркивает текстуру кожи, не подчеркивает морщины, не подчеркивает какие-то, я не знаю, другие текстурные проблемы. То есть он очень-очень красиво сливается и втушевывается в кожу. И опять-таки, так как это минеральная косметика, то здесь нет вредных компонентов, вредных ингредиентов для кожи. Румян у меня есть всего один оттенок. У меня оттенок 204S Salmon Medium Satin. И этот оттенок я больше всего люблю использовать, опять-таки, на возрастных макияжах. Для меня это NARS Orgasm, только вот в минеральной формуле, скажем так. Это вот такой вот нежный розовый оттенок с коралловым подтоном. Очень хорошо он освежает, особенно, опять-таки, в возрастном макияже. Уставшую такую кожу, уставший вид очень хорошо преображает. У меня тоже есть две кремовые основы. Если их сравнить с классической косметикой, то это как тональная основа в стике. Вот это приблизительно тот же самый эффект. Если неправильно наносить, может не понравиться, потому что создается эффект, что у вас очень такой вот как жирный, плотный слой на коже. Но этой тональной основы нужно очень мало. Вот просто вот мельчайшее количество этой тональной основы. Я ее использовала в качестве консилера тоже очень много раз. И, кстати, когда я делала натуральный макияж на модели, то я использовала, вы видели, там я перекрывала этой тональной основой прыщики в модели. И после ее использования, в принципе, кожа очень красиво выглядела. Лично для меня этот продукт тяжеловат. Я все-таки люблю либо ощущение пудры, вот абсолютно невесомое ощущение на коже, либо уже тональную основу. Вот это более жирный продукт и более перекрывающий продукт. Поэтому, если вы в минеральной косметике ищите то, что может создать вам, знаете, такую идеальную кожу манекена, то вот это, скорее всего, то, что вам больше всего понравится. И последнее, о чем я хочу с вами поговорить, это тени. У них тени это вот такие вот как отдельные пигменты для глаз. У меня здесь есть три оттенка. Самый мой любимый и тот, который у меня сейчас на глазах, это оттенок 20. Он, опять-таки, в баночке выглядит розоватым, но на мне он трансформируется в такую вот какую-то очень красивую бронзу, такую какую-то золотистую бронзу, вот что-то такое вот. Ну, я думаю, вы видите, в принципе, как он выглядит. Очень красивый оттенок, очень красиво сочетается с теплыми макияжами. У меня есть, кстати, безумно дорогущий аналог от Makeup Forever, это Star Powder. И вот они, мне кажется, очень похожи. Вот, по крайней мере, когда я наношу на века, эффект создается очень-очень похожий. Я вам обязательно это в свотчах тоже покажу. Причем Makeup Forever стоит намного дороже. Здесь более бюджетная цена и в то же время объемы здесь намного больше. Поэтому, однозначно, я больше Makeup Forever брать не буду, буду брать вот эти. Фух, ну, наконец-то мы с вами справились. Уже я сделала обзор полностью всего, что у меня есть. Если у вас возникнет вопрос, так как я понимаю, что, в принципе, я в основном эту косметику хвалила и минусов называла очень мало, может кто-то задаться вопросом, реклама это или нет. Нет, это не реклама, это мое ощущение. Мне никто не писал сценарий, я по какому-то заученному тексту ничего не говорила, тем более, что я стараюсь все свои слова подкреплять еще и реальным нанесением этой косметики. То есть, в принципе, в таком качестве, как у меня сейчас, действительно можно рассмотреть, что к чему и какой эффект создается. Поэтому вы свое мнение сложить можете даже не на основе того, что я говорю, а на основе того, что вы видите. Если вас эта косметика заинтересовала, конечно же, ссылки я на все оставлю в описании. Вы сможете ознакомиться и с ценами, и с более подробным описанием всего. А я на этом уже буду видео заканчивать. Перед уходом попрошу вас обязательно, если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь. Это можно сделать вот здесь вот. И также, если вы уже подписаны, можно посмотреть другие мои видео. Я вам здесь, наверное, оставлю видео, в которых я использовала на моделях эту продукцию, чтобы вы посмотрели эту продукцию в действии не только на мне, но еще и на других людях. А у меня на этом все. Мы с вами увидимся в следующих моих видео.